Чем отличаются богатые от бедных? В первую очередь тем, что они мыслят по-другому. Инстардинг представляет. Стив Сиболт. Как мыслят богатые? Обычные люди думают, что эгоизм является пороком. Богатые люди думают, что эгоизм является достоинством. У обычных людей может возникнуть желание спасти всех, но не себя. Они могут пропустить вперед других людей, что и не позволяет им разбогатеть. Богатые размышляют примерно так. Я не смогу помочь другим, если сначала не помогу самому себе. Если вы не можете позаботиться о себе, то как вы можете позаботиться о других? Вы не можете дать то, чего у вас нет. Менталитет обычного человека нацелен на веру в удачу и случай. Менталитет богатого человека нацелен на действия. Пока массы покупают лотерейные билеты и надеются на процветание, богатые люди решают проблемы. Они обладают действенным мышлением. Бедные же люди всегда надеются на бога, на правительство, на начальника, но не на самих себя. Из-за этого масса энергии израсходуется впустую. Богатые же рассчитывают только на себя, предпринимают конкретные действия и тратят всю свою энергию на решение конкретных задач. Обычные люди думают, что формальное образование – это путь к богатству. Богатые люди знают, что самообразование – это ключ к богатству. Среднестатистический человек уверен, что путь к богатству лежит через красный диплом и второе высшее. Тем временем, как множество богатых людей не имели формального образования, сколотив состояние путем приобретения специальных знаний. Обычные люди попадают в ловушку среднего мышления, что удерживает их от нестандартных мыслей и поиска новых возможностей. Обычные люди часто вспоминают прошлое. Богатые люди мечтают о будущем. Богатые люди проецируют свои мечты и цели в будущее. Они тратят много времени, обдумывая цели и способы их реализации. Обычные люди больше заняты своим прошлым и считают, что их лучшие времена позади, отчего часто впадают в депрессию. Таких людей вы можете узнать по фразе «Эх, вот раньше было время, а не то, что сейчас». Обычные люди думают о деньгах эмоционально. Богатые люди думают о деньгах логически. Среднестатистический хорошо образованный человек может попасться в ловушку, думая о деньгах эмоционально или мечтая о комфортном спокойной жизни. Богатый человек смотрит на деньги логически, как на инструмент, который дает определенные возможности и открывает определенные перспективы. Обычные люди зарабатывают деньги, делая то, что они не любят. Богатые люди следуют за своей страстью. Обычному человеку может показаться, что состоятельные люди вынуждены пахать круглосуточно, чтобы поддерживать источник своего благосостояния. На самом деле богачи, как правило, занимаются любимым делом, найдя способ зарабатывать на нем. Да, богатые люди могут очень много работать, но из-за того, что это их страсть, а не из-за того, что надо. Средний класс ищет себе работу, чтобы потом ее ненавидеть. С детства ребенка учат, что труд и зарабатывание денег должны обязательно сопровождаться большими эмоциональными и физическими усилиями. Обычные люди имеют низкие ожидания. Богатые никогда не останавливаются на достигнутом и стремятся к большему. Обычные люди устанавливают планку ожидания от жизни довольно низко, чтобы избежать разочарований. Именно поэтому больших высот они никогда и не достигают. Богатые ждут от жизни многого и стремятся к воплощению своих дерзких мечтаний. Никто не стал богатым в этой жизни без стремления к большему. Обычные люди считают, что нужно сделать что-то особенное, чтобы разбогатеть. Богатые люди считают, что они должны представлять из себя кого-то особенного, чтобы разбогатеть. Обычные люди уверены, что необходимо срочно что-то сделать, чтобы разбогатеть, и фокусируются на быстром результате. Богатые сосредотачиваются на совершенствовании самих себя. Они развиваются, растут и учатся на своих ошибках. Обычные люди думают, что им нужны деньги, чтобы делать деньги. Богатые же люди используют возможности других людей. Бедные люди всегда ставят деньги на первое место и думают, что только из-за денег у них не получается запустить свое дело. Богатые люди понимают, что главный козырь – это их лидерские качества, способность объединять людей и использовать их возможности. Большинство великих идей было реализовано без вложений. Обычные люди тратят больше, чем зарабатывают. Богатые люди тратят меньше, чем зарабатывают, а остальное инвестируют. Богатые живут посредством не потому, что они такие экономные, а потому что понимают, чтобы заработать еще больше денег, нужно инвестировать сохраненные средства. Обычный человек часто живет непосредством, влезая в долги. Обычные люди учат своих детей, как выживать. Богатые люди учат своих детей, как разбогатеть. Бедные люди учат своих детей по шаблону – школа, институт, работа по найму, стаж, пенсия. Богатые же приучают своих детей к свободе, творчеству и богатству. Если ребенок рано осознает, что такое богатство, он с большей вероятностью будет в будущем к нему стремиться. Среднестатистический человек думает, что деньги – корень всех зол в жизни. Богатые люди считают, что бедность – это корень всех зол. Среднестатистический человек думает, что всем богатым людям повезло или же они заработали свое богатство нечестным путем. Именно поэтому в обществе проявляется осуждение к людям, которые стараются разбогатеть. А богатые люди понимают, что хоть деньги и не гарантируют счастья в жизни, но делают ее более легкой, приятной и насыщенной. Обычные люди предпочитают развлекаться вместо того, чтобы учиться. Богатые люди считают образование развлечением. Богатые люди продолжают заниматься образованием даже после окончания института. В доме у богатого человека вы всегда увидите много книг философской и бизнес-тематики. Обычные люди, закончив школы и институты, читают романы и развлекательные журналы, если вообще читают. После работы они зачастую любят собраться с друзьями в баре или смотреть фильмы и сериалы. Обычные люди считают, что богатые – снобы. Богатые люди просто хотят окружить себя такими же богатыми и успешными людьми. Обычные люди считают богатых снобами и относятся к очень богатым с неприязнью. Богатые люди избегают общения с мрачными и ненавидящими их личностями. Они окружают себя единомышленниками, отчего кажутся еще большими снобами. Еще бедные любят частенько высмеивать богатых и поливать их грязью, чтобы в очередной раз защитить свою бедность. Обычный человек сосредоточен на экономии денег. Богатый человек сосредоточен на зарабатывание денег. Обычные люди стараются только экономить и копить деньги и игнорируют остальные возможности. Богатые видят картину целиком и находят новые возможности зарабатывать большие деньги. Обычный человек стремится к стабильности. Богатый человек находит утешение в неопределенности. Сама мысль о том, чтобы рискнуть и стать богатым, неуютно для среднего класса. Достижение физического, психологического и эмоционального комфорта является основной задачей обычных людей. Богатые люди на ранней стадии понимают, что обретение богатства – это нелегкая прогулка, и потребность в комфорте может стать разрушительной для достижения целей. Богатые люди учатся находить комфорт и удобство в состоянии неопределенности. Обычный человек не делает связи между богатством и здоровьем. Богатые люди знают, что богатство может спасти их жизнь. В то время как средний класс рассчитывает на медицинское страхование и на помощь от государства, богатые люди хотят получить доступ к высококачественным медицинским услугам. Обычные люди считают, что рынки управляются логикой и стратегией. Богатые люди знают, что поведение рынков обусловлено эмоциями и жадностью. Богатые люди знают, что главные факторы во всех сделках – это жадность и эмоции. Знание человеческой природы позволяет богатым иметь стратегическое преимущество в создании богатства посредством финансовых рычагов. Обычному человеку деньги нужны для статуса, богатому – для влияния. Богатые люди не боятся признать, что за деньги можно решить большинство проблем. С помощью денег можно влиять на людей и менять мир в лучшую сторону. Обычным же людям деньги нужны для показухи. Как только у них в кармане окажется нужная сумма, они купят последнюю модель телефона или новый автомобиль, чтобы казаться круче, чем сосед. Обычный человек считает, что должен выбирать между семьей и богатством. Богатые знают, что можно иметь все это одновременно. Средний класс оправдывает свое положение тем, что для богатства нужно пахать сутками напролет, жертвуя то время, которое можно посвятить семье. Это всего лишь отговорка. Богатый человек знает, что работая на себя, всегда можно найти время для семьи, ведь он сам себе начальник и ни от кого не зависит. Не позволяйте мнению бедного человека повлиять на вас. Будете мечтать – скажут, что сумасшедший. Добьетесь успеха – скажут, что повезло. Накопите состояние – скажут, что жадный. Не обращайте внимания, они всегда так будут говорить.